Он приходит в зимний вечер зажигать на ёлке свечи, бородой седой оброс. Кто же это? Дед Мороз! С этой загадки начался классный час у второклашек школы номер 7. Темой урока стал особенный праздник, день заказов, подарков и написание писем Деду Морозу, который ежегодно отмечается 4 декабря. И посвящен всем, кто верит в зимнего волшебника и с нетерпением ждет чудесного праздника Нового года. С помощью таких уроков у ребят развивается фантазия, речь и навыки художественного вкуса. Такие вещи нужно говорить детям, поскольку это помогает сохранить традиции русского народа. И у детей появляются желания не только для себя какие-то подарки получить, но и для родных, для друзей. На уроке школьникам рассказали о том, где живет главный волшебник, кто ему помогает и почему. Он приходит только один раз в году. В предвкушении чудес, подарков и сюрпризов ребята взяли в руки цветные карандаши и начали сочинять письма Деду Морозу. Желания были самые разные. Написала, чтобы в моей семье было много счастья и трактор моему брату, а моему домашнему животному кролику заказала шейник, чтобы летом гулять. Я заказала у Деда Мороза 11 айфон и чтобы моя семья была здоровая. Я хочу опыт и экспериментариума конструктора лекарства архива. Я нарисовала, чтобы меня любили родители и мои сестры. После того, как все письма были написаны, школьники положили их в специальный новогодний конверт, где указали адрес Деда Мороза и опустили в почтовый ящик. Ирина Вышегородцева, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.